Балет Корсара Балет Корсара делают в первую очередь, наверное, красивым и интересным. Это костюмы, вот эти пиратские, и, конечно же, декорации, которые, опять же, захватывают дух действительно. Бурлака и Ратманский хотели как можно ближе восстановить этот балет именно как его поставил Петипа. И костюмы, и декорации именно вот того времени. И на сцене очень много народу, и много декораций, много танцев, много пантомимы. Эдея исполняется очень часто в галоконцертах. И, конечно, это очень красивое ПДД. И это, скорее всего, наверное, самое такое классическое ПДД, которое, я думаю, что любая танцовщица и танцовщик всегда исполнял когда-нибудь в своей жизни. И вообще для меня это ПДД было самое первое, которое я исполнила вообще на сцене. Это ПДД танцует сам Конрад. То есть в других версиях танцует другой человек, раб. А здесь сам Конрад. Ну и, собственно говоря, надо сказать, что это единственная вообще часть, где Конрад как-то прыгает и вообще двигается по сцене. Остальное, этот спектакль приближен так более к старине, потому что, как мы знаем, раньше в основном на первом месте была балерина, и Конрад, так сказать, поддерживал. А здесь он прыгает. Единственный момент спектакля для меня, где можно показать свою техническую мощь. Для меня партия Мидоры, она совершенно разная в разных моментах. есть, где она, например, игривая и шаловливая, любящая женщина. Где-то есть, где она в то же время сильная, и, можно сказать, из-за нее, и все там происходит. Мидора и Конрад влюблены друг в друга. Когда встречаются, они не представляют жизни друг без друга. И, конечно же, по большому счету, для меня это тоже как такая пиратская сказка. И в итоге все вокруг погибают, они вдвоем выживают и живут долго и счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ